23 июля в санатории Ундоры, что под Ульяновском, на пороге собственного номера, двумя выстрелами из пистолета Макарова, убит Владимир Девятых, владелец банка Заречья. Прокуратура предъявляет обвинение в организации преступления начальнику службы безопасности того же банка и нескольким казанским бандитам. В середине 90-х Заречья входит в число крупнейших банков Татарстана Владимир Девятых, а его жена Наталья полностью контролирует финансовую политику. Вскоре начинаются проблемы с лидерами одной из казанских группировок. Бандиты требуют отчислять проценты с выделяемых кредитов. В Девятых платить отказался. Возможно, его смерть так и осталась бы тайной, если бы не новое убийство. Смерть чиновника городской администрации Александра Невского потрясла город. Причем не столько своей жестокостью, сколько бессмысленностью. Милиция ломает голову, кому мог перейти дорогу директор Центра содействия предпринимательства. Вскоре выясняется, Невского убили по ошибке. Ко мне обратился один мой старый знакомый с предложением, не хочешь ли записать интервью с человеком, который застрелил Невского. Олег Павлов в 95-м году журналист телекомпании «Эфир». Именно ему убийца Невского дает сенсационное интервью. По словам Алексея Карпунина, убить он должен был другого – директора Казанской кожгалантерейной фабрики Владимира Рубинштейна. Тот жил в одном подъезде с Невским. Киллер просто спутал свою жертву. Так как убили не того, заказчик убийцы платить отказался. Ну, сглупил я немножко. Был бы я умнее, я бы сделал по-другому. Выследив и арестовав по этой зацепке киллера и его сообщников, следователи узнают, что заказ на убийство Рубинштейна поступил из службы безопасности Банка Заречья. Милиция арестовывает начальника СБ Лазарева. По его словам, Владимира Девятых убили за то, что банки решил сменить крышу и поручил убрать лидера опекавшей Заречья группировки. В результате был убит сам. Лазарев также рассказывает следователям, что сам Девятых намеревался с его помощью убрать несколько мешавших ему людей – свою тещу, компаньона и даже главу администрации Кировского района Казани Владимира Соловьева. Несмотря на то, что Лазарев впоследствии отречется от своих показаний, его осудят на большой срок.